Приезжали люди, уже проехал я с ними по некоторым производствам, только одно их заинтересовало, потому что они представляли интересы, не интересы, заинтересованные, скажем, японцы. Где Япония, где Хитая, где Украина с Японии и с Китая, казалось бы. Оказалось, в России ларчик просто открывается, им нужны производители, для начала, то, что называется, для бонсай, от 3-4 сантиметров до полутора метров. Причем это должно быть из Шамота и так далее и тому подобное. Встретились мы с человеком, поговорили, о чем-то мы не договорились. И ему это все нужно, опять же, для него. Вот конкретный случай, что... И опять же, нужна продукция, скажем так, пусть может быть дорогая, но не миллионами штук, одна партия, просто одного вида. Вот мы сейчас наштампуем, и все. Как это делается в Китае, как раз, понимаете. И вот на этой выставке были сегменты как раз оптовой большого опыта. Там есть сидел, только в Китае. Была полностью ручная работа художественной пирамиды, что, кстати, в Славянске тоже присутствует. Мы тоже можем это все делать. У нас есть художники, керамисты, действительно художники. И на бумаге написанные дипломы, и Саша Требулов, и Павленко, и Игорь Попакин и так далее и тому подобное. Люди, когда говорят, типа, пакинские вещи, они вообще не говорили, не могут себе представить, что это сделано все из керамки. Что там ведь все из керамки, это невозможно, чтобы это все сделано. И вот как раз вот эта вот доля ручного труда. У нас ведь, в принципе, даже если технологии китайские в том числе пошли, там же автоматы делают декор, расписывают. Если у Александра Яковлевича каждую бутылку художника берет в руки, в зависимости от того, и наносит краску. Вот там даже, я скажу так, что поскольку у нас же основа не красная, а белая, то работает все от этого белого, из-за от толщины слоя будет и фактически оттенок. Вот здесь в те стелии, они будут все разного оттенка, не потому что разная краска, а потому что человек, человеческий фактор. Ну не может человек там 3,5 секунды задувать это место, как это делает машина, понимаете. Там все как паранжир. А здесь это все уже даже здесь присутствует, что они вроде все одинаковые, но все равно, тем не менее, разные могут быть. То же самое с лепкой, с резкой, с травировкой, со всеми остальными элементами. В последнее время, я вижу, в городе набирают обороты гончарное поленголство, то, к чему раньше не обращались. Ну не было необходимости, проще было. То есть из красной глины, давай. Гончарная, не просто из красной глины, из красной глины можно тоже самое делать. Лить, как он уйдет из фарфора, а можно просто на круге. Да, на круге. Хотя, так вот если разобраться, то вроде даже гончарка по нынешним временам и выгодна. На плане экономическом, потому что не требует форм, это деньги серьезные, не требует места для этих форм. Но требует умений, наверное, да? Ну навыки, но в принципе все это делается руками. Дело в том, что это даже гончаркой, именно производство изделий на гончарном круге, могут заниматься даже незрячие люди. Значит, есть у нас один грузин по национальности basic гончар. И вот люди рассказывали, я не видел, честно говоря, но в принципе в этом нет ничего сложного и странного, и никакой фантастики нет. То, что он выкручивает макитру на круге трехлитровку за 40 секунд, это я видел сам. Когда привозил людей, он буквально на время, они начинали снимать, он ляпнул кусок глины на круг, жжу, 40 секунд, он ее уже подрезает и снимает. А люди, коллеги его в производстве там сказали, да, он говорит, если глаза завязать, а это правда 55 секунд, но он говорит, за 55 секунд, с завязанными глазами. Да, это еще один из моментов, что в городе может быть востребовано, понимаете, занять. У нас все-таки очень много людей, не зрячих, не просто и малидах даже. Ну, Андрей Николаевич, я хочу тебя немножечко, как бы, не тоже разочаровать, а поправить чуть-чуть, поправить, потому что я хочу сказать, что мы тоже у себя сейчас ставим лачарный круг. Ну, он у нас был, мы его как бы попробовали, он не устраивает по нашим параметрам, мы отправили его на доработку. Но дело в том, что уже приглашали специалиста, я скажу, что вот человек, который был, которым мы приглашали, ну, от Коли я пригласил, это его парня, хороший хлопчик такой, специалист неплохой, и он доходил до того, чтобы стать специалистом полгода. Он говорит, я только через 2-3 месяца стал, почувствовал, что я уже что-то могу, что-то это сам. То есть, это, казалось бы, не особо хитро, и когда человек уже годами, ты смотришь на него, делаешься, играючись, но все равно, тут нужно усердие, тут нужно желание, в первую очередь, конечно, и это самое. И посадить 20 человек слепых, или там зрячих, без разницы, людей, и я не знаю, получится с них хотя бы один гончар, понимаете, потому что это тоже свои особенности. Это не так просто, как любая профессия, она требует усердия, усилия, и в первую очередь, конечно, желание. Если человек, так что, это да, но кинуть клич, сказать, ребята всему Славянску, давайте сейчас на дело гончарных круговый будем делать, все за гончарных, не этот самый. Среди союзных художников гончаров, они там тоже, кстати, присутствуют, говорят, нам всю Украину максимум 20 человек, насколько я наслышан. То есть это, это про хороших мастеров, да, людей признанных, которые реально добились успеха в этом плане. Нет, то есть не каждому экологу, да, поэтому им просто лепить что-то, может быть, смогут ноги, но делать эти вещи достойно. Нет, понятно, хорошо. Вопрос, я хотел бы сейчас до конца говорить, это уже не для нас, скажем, те же самые, это может быть город мог озадачиться, или министерство социальной политики, куда-то устроить именно конкретно в Славянске, это реально. Пусть они будут делать одно изделие, одно изделие, но он будет его делать хорошо. Японцы, с чего начинали? Они сделали одну машину, они сделали ее очень хорошо, да, и поэтому они потом пошли, пошли, пошли дальше. Он не будет, допустим, у него не будет разнообразие вот этого незрячего гончара, ассортимента, он может быть, будет делать только одну макетру в своей жизни, больше у него ничего не сможет сделать, но он ее будет делать 20-30 штук в день, он будет еще зарабатывать дополнительно, и, в принципе, они разойдутся, это не 20-30 тысяч, как, допустим, китайцы, допустим, и переводят. Есть ли понимание у города значимости керамиков, экономических производств в экономической жизни города? Ну, я, наверное, начну, Андрей Николаевич продолжит, потому что там несколько мы коснемся металлого центра. Я хочу сказать, что понимания как такового в городе отсутствует. Ну, может быть, где-то люди, те, которые коренные жители города, и понимают, а мы-то не все понимают значение керамического производства в целом для всего города, потому что, ну, мы все, все это время, так сказать, когда Украина стала самостоятельная, когда начало рушиться производство практически все и везде, и всюду, и мы выживали, город выживал. Пусть мне скажут, что мы тянем одеяло на себя, но выживал за счет керамики. Это я знаю, так сказать, изнутри положение, сколько людей, сколько было цехов до этого, так сказать, сколько денег сюда завозилось именно за те изделия, которые мы производили здесь на месте. Ну, сейчас понимание нашего мэра отсутствует, на мой взгляд, полностью, потому что я не вижу в нем, как бы, желания сотрудничать, желания вникать в наши проблемы. Он не понимает, что на данный момент, по большому счету, город опирается на две, как бы, на две ноги, это одна из них керамическая, понимаете. А вторая нога, это те деньги, которые нам поступают с бюджета украинского, которые мы, как бы, получаем этот сам, получаем. Да, это, конечно, почему, потому что это не видно. Не видно, никто же не приходит, и на этой глине и написано, зарплата от керамика, да, и люди приходят, покупают хлеб, покупают, живут рынок за счет этого, живут магазины за счет этого, платится электроэнергия коммунальная, и многие вещи, так сказать, ну и наша, так сказать, городская власть во главе с господином Зонтовым, он не понял, а то он сколько раз, вот я на слуху уже, один раз он меня прогласил, когда здесь были представители Коростеня, мы тогда, и то, наверное, чисто случайно, а так вот он выезжает на какие-то поездки, там, по западную Украину, на данный момент уехал в Польшу, и я вам скажу, что вот контакты на таком уровне были бы очень полезны для города, в том случае, если бы он брал с собой кого-то из представителей керамики, в первую очередь, на мой взгляд, понимаете. Я думаю, что тогда, может быть, это помогло бы развиваться керамики, помогло бы нашему бизнесу, и это одновременно, это, естественно, помогло бы городу в целом, понимаете. Ну, не видно его понимания, так сказать, тут даже вот вопрос, когда стоял и стоит до сих пор о назначении директора Центра культуры Дозвилья, да, мы не нашли с ним взаимопонимания, он все оттягивает, пытается приложить ответственность на кого-то, ну, насколько для меня неприемлемая позиция, я так в жизни никогда себе не видел, потому что я считаю так, если от меня зависит решение, я обязан ее принять, а не перекладывать ответственность на кого-то. С этим Центром у нас были определенные, как бы, надежды, связанные с тем, что, ну, Андрей Николаевич, он больше, как бы, этим проникается, мы надеялись, что городская власть услышит нас и поставит его туда, для того, чтобы задавить культуру славянски. Я хочу сказать и о том поручиться, что, так сказать, это никаким образом не отразилось бы на тех коллективах, которые там занимаются, тем более, если там есть детские коллективы, никто бы их не ущемлял бы, ни этот самый, у нас самих дети, внуки, и мы жители этого города, и мы не бездуховные люди, которые, так сказать, чисто, извините, мы не кирпичи лепят, понимаете. Если пойти посмотреть, что делают славянские керамики на рынках, я скажу, у многих челюсти просто отпадают, потому что люди никогда не думали, что из керамики можно сделать что-то нападу, понимаете. И мы с удовольствием бы участвовали, ну, естественно, мы вдохнули туда новую жизнь. Мы смогли бы, я думаю, облить. Извини, я тут уже на себя. Это, конечно, вопрос к вам. Давайте, значит, сначала тему по поводу нашей местной власти, а потом уже перейдем к центру, хотя там уже по центру столько было сказано. Вот когда последний раз я услышал, что Олег Вячеславович был приглашен на какое-то мероприятие в Польшу, ну, да, в принципе, его пригласили, там оплатила какая-то принимающая сторона, это все вроде как для бюджета не накладно с одной стороны, накладно другое. То, что я не знаю, насколько Олег Вячеславович ориентируется в истории Славянска, конкретно Славянска, какие связи с Польшей в этом плане, поскольку житель Краматорска. Но я думаю, что в этой ситуации не стыдно не знать, стыдно не знать и не спрашивать. До сих пор в Польше работает, есть такое листечко, называется Апична. Там работают по сей день, не прерываясь с 1800 какого-то года, Дзимульский и Лянг. Здание у нас стоит, стоит 10 тысяч гривен. До сих пор стоит так? Да. Собирается его передать местный бюджет, я не знаю, что с ним местный бюджет будет делать, потому что это здание памятник архитектуры, просто-напросто. Почему он не стоит 10 тысяч гривен у ликвидатора, керамкомбината? Потому что его реставрировать может только лицензионная организация, это миллион. Это не просто ребята, там какие-то шабашники могут помазать, поклеить, крышу сделать. И вот вопрос, рядом у нас, я уже, кстати, фотографировал, отправлял вопрос для одних товарищей, не знаю, пока тишина. Рядом площадка бывшего цеха Меглазской плитки, там же его вырезали полностью. Там абсолютно ровная площадка, там можно начинать все, что угодно. Коммуникации, естественно, что остались прежними. Может быть, кому-то можно было бы, к тому же, апичным Дзимульскому Лянге предложить, рассмотреть варианты, может быть, они бы что-нибудь там и придумали бы. В очередной раз. Ну, я так понимаю, что та экономическая сводка, которую готовил сполком перед поездкой Зондова в Польшу, по-моему, она керамику вообще в себя не включала. Потому что, да, потому что все вот это вот, и план экономического развития города, насколько я понимаю, ту же керамику особенно. Ну, общие фразы, понимаете? Общие фразы чиновника равнодушного абсолютно, который сидит, именно получает заработную плату, не зарабатывает, а именно получает, не вникает. Ему не холодно, не жарко от того, что будет завтра керамика, не будет завтра керамика. Он бюджетный, он все равно свое получит из государства. Не сегодня, а так через неделю, понимаете, чем я. Я хочу, маленькую ремарочку, я хочу сказать, что это до тех пор, походу, и мне нужны сувениры. Да. Как только у них возникает необходимость получить какие-то сувениры, кому-то это санта-дене вспоминать, что славянские эскарамики. Да. И при всем при том, я вот не знаю, может быть, если что, вырежете, пожалуйста, ради бога, да. Я вас прекрасно пойму. Нет, это уже я сейчас скажу. Я вас прекрасно пойму, но есть определенное мнение у меня по этому поводу, не только у меня. Значит, ситуация какая? Вот считаю, что наша болячка общая, по всей Украине в том числе, нет преимуственности власти, понимаете. Приходят люди, и у них поперетники виноваты во всем. У меня возникает вопрос, а как мы до этого жили вообще, в принципе? Или мы только вот вы пришли, и мы вместе с вами сюда пришли. Вот приходят какие-то миссии постоянно, понимаете. Вот они обещают, что с ними все будет хорошо и прекрасно. При этом они через месяц, через два, в лучшем случае через полгода, они становятся такими же, как их поперетники. То не такими же носителями того, чего они обвиняют в своих пополениях, как они называют. Понимаете, о чем я говорю? Вот сейчас Александр Яковлевич сказал, мы за сувенеры, которые нужны были. С апреля 13-го по март, в апреле уже не собирали мы сувенеры, по март 14-го, в исполком, ну не в исполком, так чтобы не обвинили никого в коррупции, да, не в коррупции, значит так, для нужд города сувенирной представительности было предоставлено керамике около 40 тысяч рублей, я примерно прикинул за год. Это люди привезли, бесплатно завозили, в течение года на всякие мероприятия завозили. В исполкоме была отдельная комната, небольшая, 3 на 6. А Андрей Николаевич, это ты не учитываешь еще той керамики, которую мы ежегодно, в госпиталь инвалидов, ко мне обращается достроительная такая. Да, 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 это абсолютно. Я обзванию своих ребят, коллег, и мы свозим в одно место эти ящики с продукцией, и потом они выводятся туда и дарятся ветеранам, которые там лечатся. Это дети-инвалиды, которые тоже самое время от времени. Это союз инвалидов-каласочников, которые... Напрямую обращаются. Да, не напрямую, это без них касается. Они обращаются, они проводят какие-то соревнования, там что-то это самое. И мы, естественно, привозим им эти сувениры, им эти, так сказать, для того, чтобы они могли наградить труду, а там отметить, и я преклоняюсь против этими людьми, против этими мужеством, и силой воли, и жаждой жить. Понимаете, вот это, я скажу, это то, что не считая, что Андрей Николаевич, он посчитал за 1, но мы постоянно участвуем... То, что через меня прошло, то, что прошло через меня, скажем так, в направлении исполкома, для мероприятий исполкома, скажем так. Да, да, да. И вот, я говорю, нет приемственности власти, когда, я говорю, что-то мне говорили про Марию Юрьевну Штек, понимаете. Я ее знаю, вот там сепаратизм, и сепаратизм это не нам разбираться, понимаете. Но отношение к городу, отношение к кирамистам было на... Ну, это даже сравнивать нельзя, понимаете, в чем дело. Она всегда... Я никогда не стоял в приемной. Я один раз в своей жизни в 10-м году, в 11-м году записался к ней на прием, предварительно поговорил. И она меня, ну, немножко подняла насмех, когда я зашел к ней во время приемных день. И она, ну, сейчас послушаем, вроде как у Звонецкого начальника транспортного центра. Вот к нам записался на прием, и вот она, вот, еще раз запишется, вообще на порогнику еще. Я заходил к секретарю, Елена Анатольевна, может, подтвердить. Я спрашивал, да, да, можно. Она, я говорю, мне две минуты. Ну, правда, если я говорил, что две минуты или пять минуты, у меня было две или пять минут. Она сейчас. И независимо от того, сколько там людей было в приемах, она заходила, спрашивала, сейчас выйдет и зайдешь. Я заходил, и две минуты я выходил, все, вопрос решался, не нужно было не записываться, не было ничего, да, 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 я же говорю, вот так это все решалось. Тем более, что приходил же спросить не для себя, а озвучивал проблемы, которые в перспективе городских, они, это как электричество сейчас, та же самая керамика, пока оно есть, мы его не замечаем. Мы же к этому привыкли, Славянск к этому привыкли, что оно есть. Начинает помаргивать, мы посмотрели, да ну ничего, не потужишь еще, не потужишь еще. А вот когда потухло, как 6 июня прошлого года, вот тогда, значит, нам все, все, причем все, и на бытовом уровне, и на производственном уровне, почувствовали, что такое электричество. То же самое и керамика. Первый раз за 25 лет, скажем так, керамистам потребовалась помощь. Даже может быть немножко финансовая, в каком плане немножко, потому что для керамистов сейчас это очень большая сумма, а для каких-то фундаций или государственных программ это не очень большая сумма, я считаю. Нам для того, чтобы следующий, чтобы продолжить мероприятие по Германии и принять участие в следующем, уже непосредственно как участники, чтобы город принял участие в этой ярмарке, в этой выставке верну. Там не ярмарка, там продавать нельзя, но можно показывать и нужно показывать. Мы посчитали, для того, чтобы арендовать площадь на это время 50 квадратных метров вместе с аксессуарами для выставочной деятельности, для выставки, то, что они тоже там в Германии сами делают столы, там стойки и все остальные дела. Нам нужно 30 тысяч евро, понимаете, причем надо эти деньги найти до сентября месяца, потому что заявки потом уже не принимаются. Формат очень серьезный, это не так, что я приехал и пустите меня вот здесь сбоку постою. За полгода до начала мероприятия заявки уже не принимаются, они уже начинают работать фактически по размещению в площадях, да. Вот нам нужно город показать, понимаете. 30 тысяч евро, да, это на сегодня 900 тысяч гривен, да, почти миллион, будем говорить так. Это серьезные деньги, с одной стороны, но в перспективе, если, скажем, условно разделить 900 тысяч на 120 тысяч, да, это по 5-6 гривен с человека, если на то пошло, с жителя города всего лишь. Это на сегодняшний день такая чашка чая или чашка кофе в автомате там или нету еще. Это принцип инвестиций, которые однозначно окупятся, потому что мы себя покажем. Пока мы себя не покажем, нас нет, ну а кто там знает, где там только славянский, что... Нет, не славянский, к сожалению, я знаю много. Да, не с той стороны, не с той стороны делу. Что же касается Центра культуры Даркилия, как там уже Зонтов решили после последнего мероприятия? Насколько я помню, там были какие-то слушания, правильно? Был конкурс, в общем, этот конкурс, я считаю, что он подготовлен, он был, он готовился, этот конкурс. А что заотгажировано? Он подготовлен настолько бездарно, что вот эта вот бездарность подготовки и говорит о профессионализме и людей, которые этими вопросами занимаются. Отдел культуры готовил конкурс, на котором мы слушались фамилии якобы претендентов. Сказано было сразу же мне, исполняющим обязанности начальника отдела культуры Гусейнова, Андрей Николаевич, будет не два человека, будет человек 6-7. Мы не думаем о претендентах на конкурсе. Это не вопрос. Я не стал. Я в этом конкурсе уже не участвовал, потому что я принял те условия, которые ко мне не предъявил исполком по квалификациям. Но я и настоял, и ребята помогли мне, и мы, это было наше общее решение, чтобы эти же условия были и в конкурсе прописаны, чтобы не было коинных стандартов. Поэтому на конкурсе не заявлялся, потому что однозначно уже я там не проходил по этим всем моментам. И оказалось, на день конкурсная комиссия составлялась отделом культуры, составлялась, скажем так, однозначно из людей, приверженцев одного из конкурсантов. Ну, все работники ДК. Они не в качестве работников ДК выступали, а в качестве председателей или участников определенных ассоциаций и так далее. Вы можете открыть сайт, посмотреть комиссию конкурсную и посмотреть, кто есть, кто и, в принципе, кто за что и почему. Комиссия состояла из 13 человек. Значит, и при всех вопросах, вот, незнания, ни вот именно подготовка, низкий уровень подготовки данного мероприятия, скажем так, конкурсная комиссия не приняла никакого решения, потому что 13 членов конкурсной комиссии, решение приниматься должно было простым большинством списочного состава, а не того, кто явился. Поэтому, а явилось только 10 человек, 3 человека не явилось по разным причинам, вернее, как один не явился по причине, а два не смогли участвовать, потому что лично председатели организации не пришли, а своим людям, которых они пристали, они доверенности не передали. Представление их интересов конкурсной комиссии, а эти доверенности нужно было за отсутствие главного человека подшивать к решению протокола. Поэтому 10 человек голосовало, 3 проголосовало за Тимченко, 6 человек проголосовало за Топалову и 1 человек, кстати, тоже, по-моему, это Грация Орчинникова, насколько я помню, может быть, ошибаюсь, он воздержался. И получилось 6 против 3, нужно минимум 7 человек. По идее, я вам скажу так, поверьте, если бы херанисты этим вопросом занимались, формировали свою комиссию, то там был бы результат однозначно запрограммированный изначально, что проголосовало бы, во-первых, явились бы все, кто там указан, а если бы не явились, то нашли бы другие варианты, чтобы не пострадало дело, но проголосовали бы так, как это нужно было бы сделать. А уже сегодня получается, что они готовили, готовили. Если бы не было, скажем, с документами вопросов, и два человека остались бы голосовать, и голосовали бы за Топалов, уже было бы 8. Если бы человек не воздержался по каким-то причинам, тоже были привлечены с той стороны, было бы 9, и было бы решение комиссии. Но на сегодня опять же, опять предлагается решение по ДК принимать за МТО. Чего он не хочет делать, непонятно по каким причинам. Тем более, что законные основания у него есть. Что мы там хотели сделать? Для многих, я сейчас скажу, для многих наших зрителей, может быть, будет действительно непонятно, как ДК, или как для центра. И причем керамика. И причем керамика, может быть, вы расскажете. Да, потому что я процесс начинал, и, в принципе, еще раз, может быть, я пользуюсь случаем, может быть, это очень хорошо, чтобы тем, кто не знает, объяснить ситуацию, создалось впечатление, что для меня это будет последнее желание в этой жизни стать директором ДК, понимаете? Вот такая вот бойня вроде идет, такой настойчивая и все остальное. Ситуация какая? Вот я после войны написал определенный, скажем так, концептуальный план по керамике, что необходимо в первую очередь сделать. Даже не по развитию, а, скажем, по взаимодействию. Развивать будут керамисты. Нужно, чтобы город не мешал, или в чем-то, но желательно, чтобы в чем-то помог. И помог, в принципе, организационными мероприятиями, вот такими, скажем так, пиар-компаниями. Вот поехал, если бы сейчас Замтов сказал, ребята, я еду в Польшу, дайте мне сувениров, да заварили бы, как крыцу дустам. Или был плетом, еще очень. Ему пришло бы задамаживать товарную партию на границе, вот там, и рассказывать, что это все сувениры, просто-напросто, понимаете? Только сказали бы, ради бога, нас забирать. Так вот, что, значит, когда я принес эту бумагу ему, спросил у него, мы это будем делать сами, или мы это будем делать вместе с властью? Он сказал, да, конечно, будем делать вместе, ищи формат. Я начал искать формат, и потом, значит, мне говорят, люди подсказывают, а что это вы не займетесь? Возьмите подшерство под опеку, таким вот образом, ДКЖД, а там, ну, как взять? Но там нет директора, ну, там есть исполняющая обязанность. План был какой? То, что там есть, как оно работало, так оно и разобрало. Вы же знаете, как автомобиль, если он работает и едет, его трогать не надо, не надо там пытаться ремонтировать, потому что вообще не погибли. Но вдохнуть новую жизнь, потому что керамика это тоже культура, это серьезный пласт, понимаете? И люди одновременно перетанцевали или пили горшки, когда-то там много тысяч лет назад, понимаете? Потому что гулять, отдыхать, это одно, культурные, будем говорить, это культурный отдых, а кушать тоже надо, и надо было не из ладошек пить, а консервных банок, и не было, понимаете? В этом люди начали делать блин. В итоге, хотели просто вдохнуть новую жизнь, там хорошая территория, вот мы с ребятами пошли погулялись, прежде чем вот такие все решения принимать, посмотрели, что мы там можем независимо, не согласовывая, не прося никого ничего, делать там свои мероприятия. Вот решили там в мае месяце собраться там, выставиться, просто показать друг другу то, что делать, просто отдохнуть, пообщаться. Мы идем показать и себя, и может что-то продастся, и все остальное. Еще один момент, мы до сих пор, эта проблема никуда не делась. Нам нужно место, где мы можем сделать экспозицию, постоянно действующую. Тогда приехали люди, которые вот от японцев выжили, да? Где вместе я проехал? Только в одном месте они увидели то, что им нужно было, потому что они не понимают меня, я не понимаю их. Нам нужно вот это, вот такое, вот такое. Другое дело привести их в одно место, где на полках у меня стоят образцы изделий с именем производителя, с его номером телефона, нравится, нравится. Переписывали, звонить, общаясь, да. Экспозиционный зал для знакомства, потому что я говорю, за день мы с 10 утра до 8 вечера проехали по 9 предпринимателей по городу. И только в одном месте они нашли что-то интересное для себя. А так бесполезно, понимаете? Не говоря уже о том, что это можно сделать действительно предпринимательским, ремесленным лицом города. И там может быть не только кераминка, у нас ведь люди и вышивают хорошо, и там это может быть представлено. У нас есть резчики по дереву, просто их мало кто знает, понимаете? В чем дело? У нас еще, слава богу, остались кузнецы, традиционные кузнецы, не те, которые сборщики китайских конструкций. Купил элементы на рынке, свалил до кучи, до свидания. Те, которые с молотками работают, все это есть. И это нужно развивать. И это ремесло, которое, вот сейчас говорили, что это не так просто, что это через полгода. Но опять же, деформация какая у нас, что вот гончарта только через полгода. Если разобраться, приходит чистый лист, заливчик. Ну тоже же надо не один месяц, чтобы он нормальным заливщиком стал по большому счету. А заливщика зависит тоже практически все. Это первый этап, первый этап производства. Если на нем будут какие-то, будем говорить, недочеты, какие-то брак, особенно скрытый, он говорит, потом, когда откроешь пешку, назад уже идти не надо. Так что, в принципе, всему можно учиться. И у города сейчас очень хороший потенциал. Люди приехали новые, свежие. И сейчас потребность по работникам, допустим, нет, потому что люди сокращают производство. И такие специфические профессии, как заливщик, литейщик, ставильщик, надзигарщик по нашему. Это нереально, они не могут приехать из города. А вот я сегодня прозвонил, человек ищет работу. И людям нужны художники-декораторы, скажем так. Вот в этом есть проблема. И этим, где людей нужно учить? На работе их учить не будут. Где-то нужно их протестировать, понимаете? Естественно, скажите, а вот училища есть у нас в художестве? Художественное училище не подчиняется городу. И в принципе, да, это художественное училище, оно в принципе художественным училищем и осталось. Последнее мое с ним общение несколько лет назад, когда я с ними общался, они занимались тем, что в Нержецком лесхозе брали разделочные доски, расписывали. Ну, зарабатывали люди. Ну, хорошо, что им остается делать? Вот таким образом зарабатывают. Потому что это очень серьезные затраты. Это сколько энергии надо для того, чтобы человеку, если учить, надо ему показать, что у него получилось. А не просто так слепил-слепил. Ну, давай выбрось, потом из этой же глины опять что-то слепишь. Он должен полностью весь цикл пройти. И тот же самый художник. Он не просто нарисовал и отдал. Он должен знать, если он нарисовал так, вот, это будет качество. А если он нарисовал не так, он обжигает, видишь, что у тебя получилось в конце концов. Потому что, опять же, керамика. Те краски, которые мы рисуем, тот цвет, который мы видим реально, это не тот цвет, который выходит после ушки. После ушки дарма изменяется. Да. И бывает, реально серьезно изменяется. И специалисты должны это знать. Есть надежда, может быть, когда вот сейчас проеформенное среднее образование собирается сделать реформу. И, возможно, вот эти вот училища, они будут каким-то там звеном средней школы, уже профессиональной школой называется, знаете. Вот они последние два года, в последнем образовании человек уже будут получать месяц, если я не буду с профессией. Ну, не знаю, как это получится. Может быть, нам и повезет, но если кто-нибудь займется кадрами. И вот тогда в ДК решили, что можно сделать и кружковую работу, ну, там добавить просто-напросто, вот. И опять же... Образовательный такой для керамического... Да-да-да-да. И образовательный. И самое главное, я вам скажу так, тестирование. Люди не знают. Люди не знают, что они могут. У меня столько случаев в моей практике было, что приходит человек, пустой лист, приходит девочка-оправщица, замыщица. Просто замыщица. А потом становится классной лепщицей. Просто раньше она не пробовала. И при этом, скажу так, пластилин вещь хорошая, но не совсем корректное сравнение пластилина и глины. Все равно не то. Понимаете? Все равно не то. Вот нужно именно глину попробовать в руках. И таких людей по городу здесь можно пройдить сколько угодно. А в них есть определенный дефицит. Не говоря уже о том, что они могут быть как гончары, так и декораторы, и самозанятыми особо не поднимать ключевые методы. Они сами себя могут обслуживать. Они не будут создавать новых рабочих мест. Пусть они для себя будут создавать рабочее место. И это уже будет очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова